приветствую попробую поиграть на геймпаде если более-менее будет играть сегодняшний у меня еще конечно тут настройки графики очень высокие стоят я кстати не знаю как по громкости опять в меню вроде игра тихо что будет неизвестно не знаю можно потише поставить что сразу на сложном играть что ли при первом прохождении рекомендуется включить подсказки что за тупость вообще не знаю или это подсказки по механикам игры я не знаю давайте я без подсказок попробую играть я не знаю зачем они нужны я в целом так наверное сейчас совсем немножко поиграю не знаю что у меня желание играть особо нет но посмотреть на игру можно пока еще у меня ночь пока темно еще не знаю пока не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Два Дмитрий Димит Диа Димит Д Growz though Продолжение следует... 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 Тогда я пойду тебя отсюда. Своего друга не поедет водичкой. Моя нога. Я верну тебя в безопасность. Просто держи меня. Да давай обратно. Я могу спрыгнуть здесь? Нет, вроде бы. ... Что-то сейчас произойдет. Наверняка. Ґгабамы! Ну, кстати, неплохо сделаны сценки, но анимации такие очень средние. Теперь вы сами по себе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не знаю... Давайте почитаю. По крайней мере в начале игры. Пару записок точно прочитаю. Рядовой Клемон поступил на лечение после событий, произошедших 9 июля. Личные вещи пациента находятся в индивидуальном шкафу. Пациент пребывает в состоянии легкой комы, на внешние раздражители реагирует, но лишь в течение коротких промежутков времени. При последнем пробуждении выяснилось, что он не помнит последние события. При этом он даже не смог вспомнить собственное имя. Скорее всего это обусловлено тяжестью первоначальной черепно-мозговой травмы. Да, в принципе так и думал, что это здесь описано. Буду продолжать наблюдение. Если состояние не улучшится в течение недели, рекомендую перевести его в Сент-Энтиен для проведения неврологических исследований. Подпись доктор Йосинский. Где мой любимый фонарик? О, сейчас бы покурить. Медицинский какой-то кабинет. Очень темно. Фонарь. Фонарь с ручной динамомашиной производит достаточное количество света, но требует частого подзавода. Куда там закрыть по словам челия? Куда там помыли? Куда там еще какая-то записка была? Кудаukan большуюermen Guia written architect пол ганит. О, т.к. Бывает, там ещё открытая записка была? Куда там челия огорч Deus здания. Есть пиротians, когда мы получили что-то в бюрот Builds новинкought Female в буртата. Субтитры сделал DimaTorzok Я, короче, прочитаю. Я в огоне. Она сломила мое тело, захватила разум, терзает душу. Как я мог так поступить? Как, как? Столовые сейчас ужинают, но мне противно даже думать о еде. Погодите, а здесь не было, да, озвучено? Наверняка сейчас уже что-нибудь на меня выпрыгнет или пробежит мимо. Вау, какой классный замок. Не только посмотрите. Мне вот игра выглядит клево. Мне нравится. Прикольно. Графика хорошая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Я думал, что это был последний. Я поднимался здесь. Радные офицеры прыгали и бросили заход за ним. Ты хочешь избежать? Ты должен бросить его обратно. Там динамит в арсенале. А, и хангель, чтобы трогать его. Где-то в экскавировании. Очень похоже на пеномого начала. И ты сможешь избежать. О! Эта вещь приходит от меня. Вот, возьми это. Я хочу умер в руках другого солдата. Не этого монстра. Есть оружие в пензре. Уйди. Пожалуйста. Он приходит. Теперь быстро. Извиняюсь за такое поведение. Я уже в патроне. Ты не нуждаешься. Попробуй. Сейчас. Это здесь патрон? Одну пулю для него, вторую для себя. Осуждаю, кстати. Что-то его тащил. Я даже не смог понять. Какой-то это. Сайлент-хиловский монстр. Весь в колючей проволоке. Я не успел помочь товарищу. Так, тут заперт. Так, тут заперт. Довольно-таки темно. Надо сказать. Что там? Фотография. Мясо. Мясо. Просроченное мясо, которое уже не годится для употребления в пищу. Можно использовать для привлечения крыс и прочих вредоносных обитателей бункера. Можно метать. Протокол вскрытия Рейнера. Тело сержанта Рейнера. Множественные резаные раны. Грудная полость разорвана в клочья. Все ребра переломаны. Черепная коробка пробита. В результате последовательных ударов тупым предметом. Кто мог сотворить с ним такое? Блять, я бы сказал, но это не смешно будет, наверное. Да тупо. Наверное, будет. Ну ладно. Блять, она из двери отключить, не обосралась. Так, что-то связанное с топливом. Звук птица. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Блин, слишком много записан Не выключайте свет, приказ всем Зверь охотится во тьме Свет наш единственный шанс Генератор наша единственная надежда Он всегда должен быть заправлен Днем и ночью Необходимо обеспечить непрерывную ротацию рейсов До главного топливного склада Прикрывайте друг друга Берегите друг друга Не дайте свету погаснуть Ради всех нас Отглубить столько топлива Почему-то не открывается А может вот тебе Он откроется Нет Что мне нужно сделать Что мне нужно сделать Кстати, время кончается Что мне нужно сделать Не очень Понятно Может здесь На что-то посмотреть Почему эта дверь закрыта А, вот кот Я не замечал Так, щас 1379 Охуенное топливо потратил В никуда Офицерская казарма Ставим бутылка Можно метать Спасибо Подкрывайте мы Бюст Принцесс А ну это не Outlast Опять куча записок Дневник Жубера Странные звуки Ночь Несколько минут назад был слышен странный скрежет А сейчас кажется что кто-то ходит по коридору Возможно это Рейнар Снова забрался в свою винную заначку Лучше мне поговорить с ним сейчас Убедить его отправиться спать Или поделиться со мной бутылкой другой Леденящий страх Разливается по нашим жилам Фурни пытался силой Выбить ответы из солдата Они утверждают что спали пока Рейнар Не начал кричать Конечно же я верю им Фурниер зашел настолько далеко Что обвинил военнопленного В побеге из камеры и совершении убийства Это невозможно Я беспокоюсь за Фурниер Ярость скрывает его страх Он вымещает ее на подчиненных Я не вижу способа прекратить это Это порождает неприязнь Я вспоминаю тот момент Когда Рейнар начал кричать На его месте мог легко оказаться и я И все еще легко могу оказаться Мне впервые хочется Чтобы поступил приказ Наступать Лучше встретиться лицом к лицу С тысячей немецких винтовок Чем остаться наедине с этим безымянным ужасом Сейчас меня попытаются напугать Когда я пойду Так Тут еще записка Последний дневник жубера Нашедшему эту записку Фурниер, наш командир Дрожит от страха рядом со мной Он потерял рассудок Столкнувшись с пучиной страха Он без конца повторяет одни и те же слова Бежим, бежим Мы должны бежать И закрыть зверя там, где ему место Он хочет бежать И взорвать за собой выход Чтобы закрыть этого демона здесь Демона и наших людей Я начинаю проникаться его словами И при этом меня охватывает Такой же бездонный ужас Тем солдатам, кто прочитает это Когда мы выберемся отсюда Я узнаю У него код от арсенала И сообщу его по радиосвязи Если вы будете заперти С этим зверем Арсенал станет вашей единственной надеждой Это все, что я могу сделать На что у меня хватит смелости Отправляйтесь к узлу связи В солдатской казармисы Спрячьтесь там Я передам код Жубер Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот хуйня, она где-то здесь ходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Укрепление защиты арсенала. Я приказал укрепить защиту арсенала. Замок, код, я лично выставлю ответственность за это ужасное деяние. Правосудие восторжествует во имя Франции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отчёт о ситуации. После смерти Трэмбле в бункере воцарился хаос. Я взял власть в свои руки и приказал людям сформировать отряды. Они должны выследить зверя и убить его. Но они говорят, что это невозможно. Говорят, что пули не берут его, и спустя некоторое время зверь возвращается. Ещё свирепее, чем прежде. Трусы. Я отправил их назад, чтобы они сделали всё как положено. Выследили и убили его. Если они не справятся, их ждёт куда более страшная кара, чем когти во тьме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего он шумит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Стратегическое хранилище. Там вот вещи, кстати. Отлично. А как мне эти какие-то воспоминания открыть или чё он куда-то записи делает? Главный герой. Тоже заперто. Аварийная блокировка. Блин, как классно эта дверь выглядит. Интересно, если я туда буду долго смотреть, там что-нибудь пройдёт. Поехали. 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 Дневник клеймана встей нет. 6185 Фортин Могу взять лут 6185 А мне некуда брать, кстати Продолжение следует... Руф. Где он спрятался? КОНЕЦ Туда можно ещё пойти, будет. Какая-то стеночка такая. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Ещё фотографии. Записка. Миллиард записок. Новые сведения о римском туннеле. От сержанта Жубера. Кому Фурнье и Бланше. Инженеры проложили туннель через складской участок и вышли в древние римские туннели. Всё, как мы и предполагали. Воды туннелей конструктивно прочны. Они проходят на достаточной глубине и, признаюсь, я до последнего скептически относился к последнему пункту, но они действительно идут в направлении немецких позиций. К сентябрю мы уже должны быть готовы нанести мощный удар по противнику из туннелей. Возможно, стоит отметить следующее. В туннелях мы нашли урны записей на латыни и так далее. Сделаем всё возможное, чтобы сохранить материалы для будущих поколений. Скоро сообщу новую информацию. «Военнопленный под стражей» От Дельпи, Камуфурне, Баланше и другим. В результате совершенной прошлым вечером вылазки мы захватили в плен около 20 немецких солдат из 4-го резервного корпуса 2-й армии. Теперь наши камеры переполнены. Рекомендую отправить пленных в лагеря как можно скорее, но с одним исключением. Я хотел бы оставить военнопленного 73014. Перед захватом он сорвал с формы знаки различия, поэтому его звание остается неизвестным. С момента захвата он не проронил ни слова, предполагая, что он может быть офицером или иной важной фигурой. Думаю, если он останется без поддержки своих людей, мы сможем сломить его волю, жду указаний. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Делиль Добавил DimaTorzok Сумочку взял Добавил DimaTorzok 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 Слышь. Что-то мне не хочется выходить. Делик. Слышь. 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 Ладно. В общем, начало игры я проходил, посмотрел на эту игру в целом. Что я могу сказать в итоге? Ну, потому что я увидел и в целом потому что я прошел. Ну, прикольная игра. Неплохо сделана. Вернее, даже хорошо, но чего-то не хватает, но лично для меня. В принципе, есть какое-то, ну, некоторое напряжение, когда играешь. Хоть и никаких страшных моментов не происходило. Не знаю, может мне повезло, может поэтому на меня нападала эта тварь и монстр. Или кто там, ну, скорее всего, монстр какой-то. В общем, ну, графически мне эта игра очень нравится. Классно выглядит. Текстуры достаточно клевые в игре. Отличное освещение классное. Шейдеры мне очень нравятся. То есть, визуально мне прям, ну, наверное, на отлично эта игра. Геймплейная сойдет. Как хоррор пойдет. В целом, ну, не знаю пока что никакую оценку. Прям такую конкретную не могу дать. Нужно дальше будет играть. Ну, посмотрел в целом. В принципе, более-менее интересно было. Записки прикольные, да. Но ничего такого супер интересного, конечно, в этой игре нет. По первым впечатлениям, в общем, сойдет. Спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. Если не сложно, поставьте лайк. Буду благодарен. Пока.